Казахстанские конники триумфально дебютировали на всемирных летних специальных олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Жокеи из Усть-Каменогорска завоевали 8 медалей, причем 2 высшего номинала. Обошли потенциальных соперников из 170 стран. Секретом успеха чемпионы поделились с моим коллегой Вячеславом Ветлугиным. Десятки болельщиков встретили олимпийцев в Усть-Каменогорске. Прямо с перона их засыпали цветами, а журналисты вопросами. Казахстанцы оставили позади даже завсегдатые в конных турнирах россиян. Мы, впервые приехав на такую олимпиаду, завоевали столько же медалей, сколько и россияне. Даже, по-моему, у них одна золотая, а у нас две. С корабля на бал. Уже на следующий день после чествования спортсменов ждали двухчасовые тренировки. Как дела у тебя? У тебя такая чокая красивая. Дарья Иванова перед выходом в Манеж всегда разговаривает с конем. Он ее напарник и друг, помощник на сложной дистанции. В Лос-Анджелесе у Дарьи был арабский скакун. Девушка нашла с ним общий язык. Вместе взяли три серебра. Дарья такого красивого коня дали по имени Алиса. Выступала, я на ней хорошо шагом ходила, потом агрессию ходила. На ипподроме тяжелый недуг уходит на второй план. Желание победить, пусть даже через боль, берет верх. Дети становятся более сильными, более целеустремленными. А учитывая то, что чаще всего они первоначально изолированы от общества, изолированы от большого широкого круга общения, то для них это совершенно новый мир. Победа на специальных олимпийских играх досталась этим ребятам путем колоссальных усилий. Всего лишь за полтора часа до соревнований они ознакомились с лошадьми. И тем не менее составили достойную конкуренцию оппонентам из России и США. И не смутились перед более чем 120-тысячной публикой. Сборная Казахстана стала настоящим открытием на летних специальных олимпийских играх. Наши земляки завоевали сразу 58 медалей. Вячеслав Фитлугин, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, 24КЗ. Нет, нет.